Конкуренция – движущая сила любой экономики. Наша страна в этом смысле встает на новую рельсу. Участие государства во многих сферах все меньше и развитие состязательной среды – ни много ни мало стратегическая задача для всей России. Вполне логично, что повышать уровень жизни Кремль предлагает в том числе через улучшение качества товаров и услуг. Тезис может быть для регионов и новой, но для нас давно уже вполне рабочий. В республике с 2015 года внедрил стандарт развития конкуренции, главной целью которого является повышение уровня, в первую очередь, доверие населения и бизнеса к власти, разработка и реализация совместных решений, сокращение присутствия государства в отдельных секторах экономики, ну и, конечно, повышение сферы оказания услуг и, конечно, их качества, в первую очередь. В республике реализуются мероприятия региональной дорожной карты. Мы уже сегодня, Светланович, обсудили и какие-то промежуточные итоги, и в том числе соответствующий уровень работы в этой сфере, и те оценки, которые дает ФАС сегодня нашим усилиям. Понятно, что нам расслабляться нельзя, и есть сегодня масса направлений, по которым мы должны конкретно усилить свою работу. Федеральная антимонопольная служба – главный арбитр развития конкурентоспособной среды. Именно ФАС следит, чтобы в предпринимательском сообществе большие не обижали маленьких, чтобы естественные монополисты не навязывали свои интересы. Так вроде было и раньше, но сегодня акценты усилились. Ставку на развитие конкуренции делает и президент, и правительство страны. Индикатором для властей на местах станет специальная система рейтингов и достижения целевых показателей. Мы видим, что руководство республики заинтересовано в развитии конкуренции. Наш мониторинг показывает прогресс в таких сферах, как пассажирские перевозки, прогресс в таких сферах, как магазины, шаговые доступности, как доступ к муниципальному обообществу поставления на торги, как доступ к субъектам малого и среднего предпринимательства, к закупкам муниципалитетов. Так называемая дорожная карта – главный документ в программе стратегического развития территории. Теперь мы точно знаем, где у нас вроде как все оптимистично, а где в развитии конкуренции нужно резко прибавлять. С точки зрения проблемных рынков на сегодняшний день у нас можно отметить рынки ритуальных услуг. Увеличилось количество обращений, в частности, по городу Печория, по организации ритуальных услуг в данном муниципалитете. Проблемные вопросы на сегодняшний день у нас связаны с рынками размещения наружной рекламы. У нас есть много обращений о хозяйствующих субъектах по вопросам организации данного рынка. Но есть конфликтные ситуации, все мы их наблюдали на рынке пассажирских перевозок, автомобильным транспортом. Но на сегодняшний день все эти вопросы обсуждаются, решаются, в том числе в рамках правового поля. Я надеюсь, что ситуации будут урегулированы. Один из самых позитивных моментов, по словам Натальи Гуревской, развитие рынков коммунального хозяйства в Сыктывкаре. Если раньше территория ЖКХ была безраздельным владением мупов, сегодня наступает правовое поле 44-го закона. Часть закупок товаров и услуг для госнужд уходит в народ. А это прогресс, как ни крути. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрген, Сыктывкар.